Вслед за морем экологическое бедствие постигло Хаджибейский лиман. В водоеме уже второй замор рыбы за месяц. В Одесском рыбоохранном патруле бьют тревогу. Молодых бычков, пеленгасы, дохлых креветок прибило к берегу. Правда, за пару суток их убрали. Тем не менее, вода в лимане обрела зеленый цвет и резкий запах, в том числе гниющей живности. Вода очень грязная. Был сероводород, вся рыба почти подохла. Нет ни карася, ни короба, бычка и того нет. Ну а что-то ловится сейчас? Как пеленгас. Раз через раз ловится. Но вода грязная с этого года или вообще? А вообще грязная. Вот сегодня еще более не менее. Так, здесь и трава, и тут этот дохлый комар. Так, метра два от берега полоса идет. Куда ветер, туда ее и несет. Замор рыбы по всему, так сказать, по всему Хаджабею. Это, в общем-то, явление, так сказать, медицинским языком говорить, это гипоксия. То есть удушье рыбы, оно связано, во-первых, это с жарой, с нехваткой кислорода. Я вот сейчас звонил ребятам-специалистам, они мне доложили ситуацию, что примерно снижение кислорода до 20%. То есть рыбе сегодня дышать нечем. Так же, как и нечем дышать сегодня людям, такая большая жара, 35 градусов, это, естественно, дает повод говорить о том, что рыбе тоже жить тяжело. Плохо пахнет вода от того, что в лимане много нечистот, которые сливаются в водоем, поясняют экологи. Жара приводит к обильному размножению, росту водорослей и живности не хватает кислорода. В начале июня рыба задохнулась в районе Алтестова. Это зафиксировали сотрудники Одесского рыбоохранного патруля. Результаты первого анализа показали, что уровень кислорода был значительно ниже нормы. Сейчас обследуются повторные пробы воды. Вода, да, она не несет никакой опасности. В результате вот этих анализов не было никаких выявлено каких-то элементов, которые бы свидетельствовали о том, что это или загрязнение водоема, или там какие-то сбросы. То есть это был природный фактор, то есть природное явление, которое, к сожалению, летом очень часто, особенно на Хаджибейском лимане. Репортер будет отслеживать ситуацию в Хаджибей и других водоемах области в связи с аномальной жарой и цветением водорослей.